У меня такой вопрос, вот здесь родители, родители, вот и я хочу задать вопрос про родителей. У меня старшая дочь ушла в гражданский брак, ей 18. Ничего страшного. Я очень против. Нет, нельзя быть против. У нее уже есть семья, она живет в семье. Если она ее разрушит, то она останется на дна, на долгу. Нужно ее обучать. Нужно ее обучать, молиться за нее и пытаться ей объяснить, что нужна розпись. Если не можете, значит все равно надо по добрым дне относиться. Потому что первое, что нужно с детьми сделать, это сохранить добрую связь. Если вы сохраняете добрую связь, то через молитву вы можете ей помочь. Если вы против, а вы уже сейчас разрушаете связь с ней, и тем против. То есть вы очень грубо вмешиваетесь в ее судьбу. По ее судьбе вот ей нужно такой, так сказать, опыт жизненный тяжелый получить, чтобы за носки выключились. Вам надо по добрым дне относиться, принять ее брак, молиться за нее. Через молитву давать ей знания в сердце. Постепенно развивать ее в личность. Потому что если вы сейчас будете против, она уже против вас начинает настраиваться. Хотя у вас с ней всегда были очень тесные отношения. Сейчас она уже постепенно против вас настраивается. Еще немножко будете против, вообще не будет никакого контакта. Понимаете? И вы этим ускорите ее процесс разрушения ее семьи. Если этот процесс произойдет, то дальше еще хуже будет, а не лучше. То есть дальше еще Бог ей будет наказывать за то, что она разрушила отношения. Потому что Бог ее сейчас держит с этим человеком и пытается создать эту семью, которую сейчас. У нее другой возможности нет создавать семью, потому что у нее нет знания в голове, как правильно. Понимаете, это знание, это очень сложно. Это нужно реально в свое сознание переворачивать. Она не хочет, и это неинтересно. Но ничего страшного, вы же тоже не сразу захотели. Вспомните свою жизнь. И тоже не включались в самосовершенствование долгое время. У вас был немножко другой характер, никак не верно, но разницы в этом нет. Вы только сейчас начали развиваться практичность. Это уже на своих ошибках. Я бы хотела в связи с этим задать вопрос, это может быть интересно. Насколько родители, где золотая середина, должны участвовать активно в жизни детей? Или все-таки больше созидательная роль, например? Потому что детей у меня трое, хотелось бы, ну, знаете, у меня очень были подружки, насколько активно участвуют, что они даже теряют себя, как личность, расставляясь в детях. Это неправильно. Нет. Нужна добрая позиция. Мальчику вообще надо давать возможность ошибаться, делать глупости. Даже, может быть, не всегда ему что-то советуют. Пускай ошибаются, потому что мужчина на ошибках учится сильно. Вот. Девочку надо опекать. Нужно ей объяснять все. Но, опять, опекать не означает на силу. Нужна очень добрая позиция, давать ей возможность тоже ошибаться, делать глупости, но очень добрый контакт. Держать ее в добрых отношениях, потому что, когда с девочкой, с женщиной добрые беседы ведешь, у нее отключается разум. Она начинает понимать, как действовать, что меняет жизнь. Но добрая позиция означает переваривать детей. Если вы их не перебарите в судьбу, от этого нужна молитва. Если вы в судьбу не перебарите, то вы начинаете насиловать их же судьбой. То есть, человек в эту сторону хочет идти, а при вы зажимаете, не даете. Но, если зажимать мальчика, он не развивается. Он становится, как растение. Если зажимать девочку, то это как плотина, то есть, она накапливается в воду, а потом проривает. Потому что у девочки или у женщины желание отменить невозможно. У мальчика можно отменить, но он становится растением. А у девочки, если его отменять, то она взрывается и просто тебя перешагивает. И все. Поэтому, само по себе, зажимать кого-то, это вообще не вариант жить. Это касается детей, друзей, и младших, и старших. То есть, всегда доброе отношение, молитва переваривает человека. Его недостатки переваривают в молитве. А потом по-доброму с ним себя вести. По-доброму стиле, советы давать по-доброму. Ну, а вот если с точки зрения гражданского брака, мне совсем не нравится ее выбор. Я имею право, как бы, еще не официально взять, не общаться с ним. Она пытается навязать знакомство с ним. По факту, она будет... Не надо общаться. Если вы будете общаться, то он будет меняться в лучшую сторону. Он вас боится и уважает. Надо с ним общаться, он будет меняться в лучшую сторону. Вы из него сделаете хорошего человека. Он будет вам очень благодарен. Он... Вы не хотите с ним общаться, потому что он напоминает вам вашу судьбу. Ну, то есть, у вас был опыт с таким же человеком, и этот опыт разрушил вас. Ну, то есть, это похоже было в прошлой жизни. Ну, а так как ребенок всегда повторяет судьбу своих родителей, поэтому вы видите его, и вас трясет, потому что это вам напоминает ваш опыт, ваш жизненный опыт. Но хочу вам сказать, что ваше восприятие является на 80% ульзорным. Он не такой человек, как вы думаете. Он похож на того человека, что вы думаете. Но он не такой человек. Вы додумываетесь сильно. И это очень опасно, потому что, ну, ваша дочь видит, ну, что в этом нет полной адекватности, то, что вы говорите. Она видит различия между тем, что вы видите, и то, что она видит. И это разрушает ваши отношения с дочерью раз, и разрушает ее личную жизнь. Вот это и есть как у тещи слово. Прямо один в один. Поэтому вам надо менять вас вред. Принять этого человека доброго по нему вести. Перешагивать через свой опыт жизни. Побеждать свою жизнь. И вы увидите, как. Но вы можете при этом сказать им, что пока мою дочку замуж не возьмешь, не разбишешься, я не смогу как-то все это принять. Он вас уважает. Поэтому он будет думать об этом серьезно. И так вы можете помочь вашей дочери победить свою супругу. Потому что у нее есть пять лет. Если за пять лет они не разбишутся, то дальше, он не приснят и идет, и как бы начнет разрушаться. Спасибо. Спасибо за слушание. Ну, мы разумно читаем. Конечно, мы услышим. Ваши вопросы? Спасибо. Вы вчера сказали такую фразу в конце лекции о том, что самое худшее, что мы можем делать, это разрушать отношения с близкими, с людьми, которые были перед нами Богом. Была такая фраза, и она меня зацепила. Я так и сказал, да? Я одна это слышала? Наверное, не только сказал, я что-то другое не знаю. Самое лучшее, что мы можем делать, это разрушать отношения с близкими. Нет, это не самое худшее. Самое худшее. Самое худшее, да. Я так и сказала. Да, самое худшее, да. И у меня такая ситуация, у меня проблемы в отношениях с мамой. Проблема заключается в том, что мне совершенно не нравится, как она меня воспитала, и я полностью не согласна с тем, в итоге, когда мне 19 лет, когда я ничего. И я просто, когда начала жить эту жизнь больше как бы отдельная личность, я поняла, что я совершенно не знаю ничего, как это жить, и почему какие-то принципы, а за которые у меня не были грибиты от моей мамы. и я считаю это, ну, наверное, каким-то самым большим предательством, потому что я ошибалась, и я очень... Она не давала вам, да, возмышлять о ней как бы? Она абсолютно ничего, она мне не сказала даже ни об одной моей ошибке, то есть она просто, знаете, как бы смотрела, наблюдала за тем, как я потихонечку хочусь вниз, и совершенно никак не препятствовала этому, и в итоге, когда я скатилась по самому низ, я просто поняла, что я исключила из своей жизни всех людей, которые были такими же, как моя мама, и как бы не проблема в том, что у всех этих людей нет в вашей жизни, но проблема заключается с мамой, и я не знаю в том, нужно ли мне пытаться как-то возобновить с ней эти отношения, потому что по факту мне как предельная единица живется неплохо, не коммуницируя со своей мамой, но у меня есть два младших брата, которые живут с ней, и я... Мама вот сейчас... Давайте я, я вот сейчас к маме подумаю. Мама в депрессии находится, из-за того, что мы с ней не общаемся. Она в шорт, просто. Она не знает, что мы ей так сделаем, потому что она простая женщина, ну, как могла воспитывать, вот, в ней знаний не было никакого, так воспитывать. То, что так у вас получилось, она не понимала этого. Ну, то есть, как бы, ваше игнорирование ее причиняет ей сильные страдания, она депрессией прямо сейчас живет, ей очень тяжело. Но разве эта депрессия не может быть ей стимулом и мотивацией что-то менять в своей жизни? Я провожу с ней иногда беседы и говорю эту тему. А вот есть разные люди, допустим, вы волевой человек, у вас является, ваше воле и ваше, ну, как бы, ваше поражение является стимулом для того, чтобы менять. У вас так устроен характер. Она слабый человек, у нее слабая воля. И, ну, если ее, как бы, рубить, то она будет разрублена. Ну, то есть, есть, допустим, чувствительное растение, вот, есть разные растения. Ну, допустим, инжир, это очень чувствительное растение. Если его холодом чуть-чуть завели, он подверит сразу же. Можно пытаться его тренировать холодом, но он просто будет гибнуть и все каждый раз. Мы примеры, что зато он дает очень слабкие плоды, если и будут заботиться о нем. Есть люди волевые, есть люди, у которых, ну, которым нужно другая помощь, с помощью доброты. Вот, допустим, ваша мама, она, если с ней по-доброму общаться, она будет развиваться потихоньку, она будет слушать. Но если ее, и делать вызовы, как бы, ей вот так вот, жестко с ней себя вести, она, наоборот, будет депрессию впадать и разрушаться, кратичность, потом помрет, и вообще все. и деградирует. Она не такая, как мы. Что я могу сделать, чтобы она не повторила, чтобы она не повторила всех тех же ошибок, которые она допустила в воспитании меня, с моими, двумя другими, младшими мраками. Я не хочу, чтобы они столкнулись с тем перечнем, что я не хочу, как преподавать маме. Сейчас будем разбираться. Нужно, во-первых, по-доброму к ней научиться относиться, потому что нужно понять, что люди бывают разные, разные природы, бывают люди, у нее природа противоположная ваша, не такая, как у вас. И она является вызовом для вашего преподавания, вашей мамы, потому что, ну, вам надо включать то в отношении с ней, чего у вас самой нет. То есть, вас это не мотивирует, а ее будет мотивировать. Именно объяснение, доброе отношение к ней. Вам нужны вызовы в жизни, чтобы вызываться. А ей нужна доброта, помощь, поддержка. И она будет постепенно двигаться вперед-вверх. Но чтобы это все делать, нужно сначала победить свою судьбу, потому что судьба стоит между вами. И судьба всегда это чувство несправедливости. Вот судьба сделает чувство несправедливости, и вы видите свою судьбу, когда смотрите на маму, и чувствуете вот эту несправедливость. А судьба это всего лишь ваше прошлое. То есть, вы сами так сверлили в прошлом и получили такой же результат. То есть, вы получили вот этот результат, но у вас есть опыт уже, вы уже научились, что так нельзя. И вас это сильно коробит. У меня был такой пример интересен. У меня мужчина, он занимался спортом, но сильно курил. И он бросил курить благодаря лекциям, начинал слушать лекции, бросил курить. Он познакомился со мной, как бы он помогал мне там лекциям. Вот. И он занимался боями не искусственным, такой, как бы очень крепкий, такой мужественный человек. И разок мы с ним едем в лифте, и зашел мужчина, сигаретой прям, ну стоит, сигарета дымит. И этот мой знакомый, он такой, смотрит на него. Я думал, что он сейчас прямо в лифте размажет постелькой. Ну, то есть, реально у него такой был взгляд, что тот, он так испугался, этот человек побелел сразу, затушил сигареты там, дождался, когда лифт прибежал, ну, очень испугался от человека, реально. Я говорю, ну, зачем ты так смотрел на него? Он говорит, а зачем он дымит? Это же он убивает нас, что-то, как я не говорю. Я говорю, ну, ты добровольный собственный удаст, убивал. И что, он тебя убивал чуть-чуть. То есть, я никогда в жизни не курил, и я поэтому к нему, этому человеку, мне неприятно было сигареты, я спокойно как бы относился. Я не обращал на это внимания. А он реагировал очень бурно. Эта бурная реакция означает только одно, что у тебя есть то же самое. Но только ты уже это убил. Ну, то есть, это прошлое у тебя есть, не у настоящее, но у прошлого. И окончательная победа означает прошлое. Маличательная победа означает прощение. Ну, что люди иногда не понимают, что делают. Вот, например, я когда лекции в Киеве читал, я должен был ехать на встречу с Пуговым 2, мы встречались как и здесь, вот, в природе. Встречались возле реки. Я вышел из дома, чтобы сесть в машину, поехать. И когда я шел в машину, я проходил мимо мужчину, он стоял с чашкой кофе и сигарет. Курил как бы и пил кофе. Вот. И когда я мимо него проходил, он такой вот «Это...» Я говорю, «Да, это я». Он говорит, «Я вам письмо хотел написать, можно я вас прошу?» и держит сигарету прямо перед моим ногами. Я такой, «Ну, парень, повело меня от этого дыма». Я говорю, «Бросьте, пожалуйста, сигарету». Просто сигарету. Но потом, когда я поехал в машине, я весь был прокурик, что-то меня дымило. «Ну, что делать-то?» Ну, то есть, надо принять это. И тогда была какие-то вещи неприятные, но если человеку нужна была помощь, надо остановиться и помочь. То же самое с вашей матерью. С ней контакт для вас очень неприятен. Сейчас вы это знаете, как было. То есть, вы человек, который очень принципиальный в своей вере, то есть, мы матерью очень верили, след делали так, как она говорит, очень четко все следовали. И потом поняли, что следовать надо не всем. Нужно сначала забраться в человеке, потом следовать. Вот. А вы делали это слепо и сами за это пострадали. Но она в принципе ничего плохого вам не желала. Она просто не знает, как правильные судьи. Она не рада ни разу к этому вопросу. Вы можете помогли простить. Это был первый шаг побед над вашей судьбой, потому что там вас засадывает. И она вас привела к противоположности. Вы уже категорично настроены к такому безразличию, к всему, неправильности всей. То есть, категоричность никогда не помогает. Нужно наоборот настроиться по-доброму к ней и через эту доброту победить свою судьбу, преодолеть ее и помогать ей. Она постепенно включится и будет слушать вас, будет развиваться. Это поможет вашим братьям. Если вы будете настроиться так, как сейчас, то это приведет ее в депрессию. Депрессия вызовет у ваших братьев. Тоже серьезные изменения в эту сторону, потому что женщина благословляющая сила. То есть, она будет в депресснике, она и ведет этот депрессняк внутрь, и они еще два брата будут тоже ходить как зубы, как она. Вот это будет результат вашего протеста. А если вы простите ей по-доброму скидку и будете ее развивать, братьев, она может и до конца включиться, но один из братьев включится сильно, начнет реакцию слушать, работа над собой, добровольная связь к ней, сможете помочь своим братьям младше. Это нормально, что при каждой попытке моей, ну как бы по поводу простить, я в целом не держу на нее никакого зла, просто мне легче с ней общаться, потому что если я с ней общаюсь, то она просто, я не знаю, я настолько вот вы правильно говорите, что... Вы надо выписывать. Да, да. Не надо близко с ней общаться, тогда надо по-доброму к ней относиться и через это доброе отношение включаться в отношения с братьями. Ну то есть в целом доброту к этой семье как вы включите по-доброму, но не включайтесь в близкие беседы с ней, просто доброту включите, приходите по-доброму там, не сильно общайтесь с ней, но дайте подарки, желайте счастья, и один из братьев очень сильно с вами связан, он отключится, он будет слушать яйца, будет развиваться. Вы можете помочь, а второй потянется. Можно я хочу вопрос, а? Можете сказать, какой-то один братьев, про которого вы да, могу сказать, надо поменять батарейки на трофон. Да. Звали, как их зовут? Кирилл и Артур. Артур. Артур? Да. Да, он от другого папы. Да, он включится, он будет слушать вас. Кирилл не включится, немножко крючковатый. Не надо этого трогать. У каждого свои возможности развиваться. Если будет по-доброму к нему относиться, он через младшего брата, которого он сильно любит, он сможет развиваться. Включайте младшего, он старший, это тянется. Спасибо. Ладно, на хорошей после лекции еще поговорим, ладно? Хорошо? Сейчас. Спасибо. Итак, мы с вами вчера говорили о том, как движется любовь, говорили о характере мужчины, характере женщины, говорили о каких-то ключевых таких вещах, без которых не будет нормальных отношений. Мы говорили о уважении. Уважение к мужчине означает включать в силу своего сознания вот это вот желание вдохновлять его, а не гасить. Уважение к женщине означает добрая позиция отношений к ее эмоциям, не раздражаться на ее характере, на ее изменении настроения, на ее претензиованность в плане желания следить за мужчиной, контролировать все, что он делает, как бы по-доброму к этому относиться. И тогда близкий человек начинает меняться. Это сначала незаметно. Сначала первое, что происходит, он начинает чувствовать свободу и начинает вести себя немножко более нагло. Но если ты не поддаешься, если ты не унижаешься в защиту от Бога, видишь ему близкого человека. Потому что если ты веришь близкого человека и начинает тебя угнетать, то у тебя два варианта – или беситься, или унижаться. А если ты зависишь от Бога, а близкий человек – это объект твоего служения, то тогда его жесткая позиция к тебе никак на тебя не влияет. Ты просто не обращаешь на это внимание и продолжаешь по-доброму к ним относиться. Идет такая борьба, в которой ты всегда побеждаешь, потому что доброта сильнее зла. И человек постепенно начинает тебя уважать в этой ситуации. Начинает тебя уважать постепенно. Он не показывает виду сначала. Потому что уважать – это же опасно. А вдруг он тоже нагреет так же, как я? Вот. Всегда лучше держать везде близкого человека. Это приятнее, чем давать ему свободу. Вот. Ну, если ты, как бы, выдержал это испытание и близкий человек начинает тебя уважать за то, что ты так служишь ему, заботишься о нем, уважаешь его желания, то дальше у него в сердце является… Уважение означает, что Бог доволен тобою в его сердце. Потому что Бог олицетворяет твою судьбу, и Он дает испытания сначала через близкого человека. Если ты по-доброму к нему относишься – обращаешься и обращаешься. Но не унижаешься. Унижение означает, ты зависишь от него. Надо зависеть от Бога. Вот это самое сложное. Можно включать всегда память о Боге, когда ты чувствуешь, что близкий человек несправедливо к тебе относится. Надо всегда вспоминать Бога, и в этот момент ты чувствуешь, что эта несправедливость на тебя не действует. Надо всегда думать о Боге, и несправедливость отходит на задний план. А если ты хочешь оценить человека, тогда думай о Боге и подумай, как Он его оценивает. И сразу ты отрезаешь восприятие человека. Это надо учиться делать, потому что судьба заставляет думать о человеке. А ты не обращаешь внимания и молишься, и думаешь о Боге. И так ты не униженным остаешься, несмотря на то, что жизнь судьба тебя через людей всегда унижает. Остаешься не униженным. Но когда благодарное сердце близкого человека возникает, а вашего человека уже возникло благодарное сердце. Да, да, уже есть, да. Вы уже пошли и достали. Это означает, что он не сможет защититься от правды. Потому что благодарность это и есть то, что Бог реагирует через него. Ну, то есть, благодарность это позиция Бога, а не человека. Когда ты говоришь близкому человеку добрые слова какие-то, обучаешь его, то он может даже приявляться, делать вид, что он как бы не обращать на это внимание, не серьезно к этому относится. Но он не сможет еще сделать с собой. Потому что благодарность открывает душу. Человеку придется слушать тебя. Если ты служишь человеку, то рано или поздно он будет благодарным. Это означает, что ты уже побеждаешь свою судьбу. Она уже через него не может продействовать, как раньше. Он становится благодарным, и это дает тебе возможность его обучать. Обучение призыва человека не означает в лоб ему темняшек грамду мать. Означает говорить ему все очень мягко и навязчиво в шутку. Доброй позиции. Я, допустим, начал как-то бегать, и я почувствовал результат. И у моей жены у нее киста развивалась щитовидная железа и опасная ситуация в их жизни. Вот, там врачи поставили, что есть вероятность излокачественного кукла или уже клетки появились. Надо ли операцию делать или что-то вообще делать. Вот. И я ей говорю, надо начать бегать, чтобы вот это рассосалось все. Она мне говорит, вот и бегай. Ну, я вот и бегаю. Начал. И я понял, что этот подход, он не работает, потому что близкий человек просто бесится от этого, от того, что ты на него чуть-чуть там пытаешься ему чуть-чуть тулит. Вот. Я просто всегда после пробежки говорил ей, как мне хорошо становится после этого. И сначала она побаивалась, потому что она чувствовала, что это политика какая-то имеет. А потом она, ну, потом я все больше работал своим сознанием и даже довел себя до того, что я вообще как-то спокойно относился к тому, что она не ходит и не бегает и не хочет ее никак двигаться. Вот. Понимая, что все равно только через доброту и принятие человека я могу спасти ее жизнь. У меня не было выбора. Я как бы и понял, что надо что-то делать, но и делать означает вращать, вот идти в сторону доброты. И пришло время, и она с радостью слушала, как я пробежался, как мне стало лучше. Она продолжает бегать, ей очень помогает, я очень рада за тебя. Я продолжал бегать, мне очень помогало. Постепенно я побеждал свою судьбу. Прошло полгода или там месяца после, и она начала сильно болеть наступными заболеваниями, это было еще до коронавируса. Мне ничего не помогало, и она начала меня спрашивать, какое лекарство, я не искал лекарства для ней. Я о пеке ничего не говорил, да и она мне сказала, ну что вообще можно сделать. Я говорю, иммунитет вообще укрепляет длительное движение. Она так посмотрела на меня, ничего не сказала. И о пеке ничего больше не говорил, вот она, так сказать, и начала думать в эту сторону. И опять потом меня спросил, что ей конкретно сделать, чтобы укрепить иммунитет. Я говорю, я не знаю вообще. Она говорит, ну что, мне начать ходить. Я говорю, ну ты же не сможешь начать ходить. Может быть с подружкой попробую. Она подумала, говорит, это хорошая идея. И она нашла подружку. И они вместе с подружкой начали ходить. Когда я спросил ее, как вы ходите, она говорит, не твое дело. То есть она опять почувствовала какое-то, как желание контролировать ей. И сразу отрезала это. И мне пришло, не перестал обращать внимание. Потом через некоторое время я ей сказал, что у нее начала рассасываться эта киста. По крайней мере, залкачечный предок уже нет. Она очень сильно заболелась. И прошло где-то сейчас два года. Она фанатка ходьбы. Она всегда с подружкой ходит. Четыре часа двадцать минут. У нее прекрасное здоровье. У нее полностью восстанавливается иммунитет. Она как бы ни разу не заболела сильно коронавирусом. Хотя много раз попала его. Вот. Благодаря лечению, моим следствием, благовертельным движениям. Таким образом, с помощью доброго подхода и с помощью желания помочь человеку в молитве, не отключили. Помог ей включиться не к этому знанию, как побеждать судьбу. И она пошла вперед в этом направлении. Ну, то есть, это всегда и везде работает одинаково. Если, допустим, мне понадобится в следующий раз что-то ей привить, я буду это делать еще легче. Потому что у меня после этого еще некоторых вариантов моментов, которые произошли в жизни, укрепилось уже это чувство понимания, что другого пути нет. Надо знать, что у человека есть определенная, ну, определенная дистанция. То есть, каждый человек находится на своем уровне развития. И мы по простоте душевной думаем, что вот сейчас, если человеку скажу, и он сразу, оп, со своего уровня перепрыгнет на следующий. Это невозможно. Знание человека очень медленно получает в жизни. Это процесс медленный. Не только доброта может реально помочь. Доброта. Добрая позиция. Поэтому поймите, что если вдруг какой-то близкий вас человек вызывает, вызов вам в жизни делает, несправедливость в это чувство, это сто процентов ваша судьба поддела. Сто процентов через него вас мучает ваша судьба. И если вы добрые отношения включаете, то это вы в это время побеждаете именно свою судьбу, не этого человека. А когда судьба будет побеждена, то дальше человек уже не сможет вас мучить, ему придется меняться. 90 процентов людей меняются, когда судьба не станет есть. Они вдохновляются к примеру близкого человека и начинают меняться. Пример – обязательная вещь. Если вы сами этого не делаете, то близкий человек никогда этого делать не будет. Нужно самому делать. И он тоже будет постепенно включаться. Если нет доброты, вы конфликтуетесь с человеком против него. Протесты вступили, значит, вы идете на поводу судьбы. И все, и дальше она будет вас закручивать воронил. Дальше будет все хуже и хуже. Она как раз берется ключом через чувство несправедливости. Ты чувствуешь, что все плохо, ты ничего не можешь сделать, дальше будет только хуже. Я в своей жизни несколько раз проходил из тяжелейших ситуаций, которые грозили мне какими-то серьезными разрушениями. Через перешагивание, через чувство несправедливости. Один раз люди очень жестко начали меня привитать на меня. Ну, просто очень жестко. Там прокуратуру подключили, там, серьезно там, все было. И у меня было два варианта. И даже из органов приходили и мне говорили, что люди реально, это кривета, и можно их за это сажать. Я, как бы, на левую работу говорил, нет, я не буду этим заниматься. Я прощал, терпел этих людей. Дошел к своему состоянию до того, что у меня было абсолютно спокойно. Что они там делают. Я перестал реагировать. Это первый этап по 15 минут. 30 процентов уже есть. Дальше, мое поведение и молитва привело к тому, что люди перестали реагировать на них. На их сайты никто не запреснили, не выходили. Ну, то есть, все, что они там говорили, это никому не интересно становится. А на третьей стадии их начали сажать уже. Но не по моему поводу. Ну, то есть, административные, уголовные дела звали. Не по моему поводу. Они, кошка скребет на свой кребет. Они подорвались на других людей. Ну, то есть, другими словами, можно увидеть, как Бог наказывает тех людей, которые хотят меняться. Я вам говорю крайний случай. Крайний случай. Этот крайний случай тоже не связан просто с этими людьми. Я когда мне было 24 года, я в молитве увидел, что в 48 я сядю в тюрьму. Когда мне было 48, это было 8 лет назад. День рождения мне прислали. Поздравляем. И дальше началась компания. Которая длилась около двух лет. Ну, то есть, даже сейчас в интернете можно найти какие-то статьи все про заплачающие. То есть, вот это все из-за плоды. Я до сих пор этим не занимаюсь. Кто хочет, то читать. Какому нравится. Ну, то есть, дорогими словами, я привел вам пример, как можно добротой и спокойствием, принятием и силой внутренней, силой духа побеждать даже непреодоримые вещи, когда, ну, очень большие силы объединяются против тебя. Я даже в этом случае с тобой ничего не сделаю. Или, допустим, я когда начал с коронавирусом серьезно заниматься, то там тоже пошла волна не в ту сторону. Сначала люди сильно целиагировали на мое, как бы, заявление по Имбирию. И Имбирь десять раз подорожал в России, несколько раз в Украине. На Центральном телевидении, на Первом канале у нас в России, передача премия, ну, там передача новостной. Три раза показывают сюжет с имбириумом и говорили, что это лжевые ученые, как бы, советуют все эти аккредитации медицинских наук. Мы, например, уже писали научную статью по работе с коронавирусом. Вот. Ну, в общем-то, меня расчепостили и приняли закон о фейках на основании моего материала. Закон о фейках. Закономерный, как бы, результат. Это, ну, там, закон до уголовной ответственности. Фейномерный результат, вроде бы, должен быть пойти на меня именно, потому что это фейк. Ничего не произошло. Больше того, я поговорил, полечил одного высокопоставленного человека. И он даже, не даже, я даже поговорил с одним очень серьезным чиновником в области медицины. Объяснилось по моей методике. Он согласился, да, что умеет место быть, но сказал, что это невозможно никак продвинуть медицину. Ну, и после этого, как бы, все затихнуло. Но это все сопровождалось молитвой и принятием. Я на эти статьи, на все выпады никак не отвечал. Хотя посещение моих писателей, всех ресурсов упало сразу два раза после этого. Я вам привожу эти примеры, чтобы вы поняли, что я не теоретик, там, какой-то там, ну, как бы, там, фантазер. Все, что я вам рассказываю, это моя жизнь. Я знаю точно, что это так работает. И это также написано в Священном Писании. Если вы читаете Библию или другие Священные Писания, вы узнаете, что это принцип жизни. И вот это вот принятие судьбы, или когда человек принимает свой крест, то есть он по-доброму относится к несправедливости, которая на него идет. Это принцип, который всегда делает человека победоносным. И в самой тяжелой ситуации в жизни, которая надвигается, он выходит легко вообще. То есть просто без всяких потерь и разрушений. Потому что судьба человека цепляет всегда через чувство несправедливости. Ну, то есть первое ощущение, это что все, капец, я всех парлю там. Вот. Все это передача. Моглись успокаиваться и прощать. Прощение не означает унижение. Ну, то есть прощение означает позиция определенная. Определенный способ побеждать. Если даже больки о победе в целом, то этот способ также описан в боевых искусствах. Что если ты хочешь стать непобедимым воином, то ты должен разделить сражение и злобу. Злобу нельзя испытывать по отношению к противнику. Нужно в своем сражении мотивироваться волей Бога. Вот такой воин, его звали Калит Валей. Его называли Меч Аллахом. То есть он, его даже никогда не коснулось никакое оружие противника, тела. Понимаете? Он был очень правдан. И он никогда никого, ни на кого не слился. Он был очень добр. И он как бы перед сражением настраивался просто на воле Бога и хотел ему служить. Ну, то есть он был предводителем армии мусульман. Была такая ситуация, когда римское войско обладало колоссальной обученностью и вооружением. Ну, то есть оно было очень реально, очень мощное. Они были, у них были фаланги, которые невозможно было подить. И эти вот мусульмане, полуодранные там, копья, мечи и всяких защит, без доскипов. Ну, просто такая легкая армия, в которой, ну, нет никакого образования. Понимаете? То есть они, и они по численности еще уступали той армии. И он избрал такую тактику. Он взял, окружил себя, ну, несколько сотен воин, таких очень смелых, которые верили в Бога сильно. И он прямо пошел в клуб армии, вот, во главе, возглавливать вот эти вот людей. И пошел в клуб армии противника. Как раз замкнулось, они шли дальше, дальше, дальше. И он шел прямо на предводителя этой армии. Он его видел. Знал, где он находится. Вот, ставлено на священности его кладем. И он шел туда. А тот предводитель не мог уйти из своего места, потому что это было позором. И деморализация армии. В результате он достиг его, дошел до него и убил его. В результате вся армия противника была деморализована полностью. И он вернулся потом назад в свой стан. И одной царапины. Понимаете, какая сила души была у этого человека? Что, с верой Бога, что он никогда никто не мог его победить. Он шел в бой вперед противнику. Но у него сердца не было никак ни злого никогда. Он сражался, уничтожал врагов. Но при этом он это делал для Бога, а не против кого-то. Потому что такова была воля Бога. Он ее чувствовал, и он выполнял просто ее. Я вам сейчас говорю о скрайностях каких-то. Это не значит, что вы должны сейчас кого-то уничтожать там. Я говорю сейчас о тех случаях, даже когда идет прямое насилие. Ты должен совершать насилие прямое. Но доброта, если ты действительно Бог хочет, чтобы ты ее совершал, доброта в сердце делает человека непобедимым. Но это крайний случай. Крайний случай означает, что такое бывает крайне редко. Я не оправдываю тех людей, которые вешивают в себя искренне, скажи, как Аллаха Акбара, взрывают себя в метро, убивают любимых жителей. Я уверен, что ее выдвижит просто ненависть. Эти люди идут в ад. Я когда сделал такой случай, я как бы ехал в метро в Москве, и прогревел взрыв в поезде, который ехал перед нами. И, ну, как-то там вот поезд остановился, все остановилось. Там людей всегда вытаскивали. И когда потом мой поезд поехал, я смотрел в окно и увидел этих людей. Ну, вот это все увидел. Ну, потом взорвало и почувствовал. Потом в интернете смотрел фотографии. Я увидел, что эти женщины ушли в ад. Хоть они с именем Бога, с давием тела считается, вот человек в полную реальность должен идти. Но они ушли в ад. Потому что они совершили время. Ну, то есть само по себе убийство не является чем-то хорошим. Понимаете? Я говорю сейчас о доброте. Если даже вам надо наказывать в прокуроре, наказать человека, вы должны сначала в сердце по-доброму к нему отнестись. А потом ваше наказание будет правильным. А если вы будете злиться и ненавидеть его, и чувствовать несправедливость в своем сердце, то тогда ничего правильного у вас не будет. Вы будете идти путем к своей судьбе и совершать ошибки. Поэтому во всех случаях в жизни доброта плюс чувство собственного достоинства. Потому что доброта плюс унижение является грехом. Пусть им одна женщина ко мне подошла. Говорит, Олег, иначе вы говорите про доброте? Про служение мужу. Я служила мужу. Вела себя по-доброму. Он унижал меня. Издевался надо мной. Но в результате заявил мне, что я буду у нас прямо в квартире спать с другой женщиной, а ты должна терпеть. Потому что я тебе вот такое достанце хорошее, а ты типа ремонт. И она меня спросила, что я делаю не так? Я ей объяснил, что доброта должна сочетаться с чувством собственного достоинства. Если вас кто-то унижает, дистанцируйтесь от него. Если он бьет, живите отдельно. Если изменяет, живите отдельно. Если бьет и поширит, живите отдельно. Если вы чувствуете унижение. Если вы чувствуете унижение, живите вместе. Но при этом нельзя человеку позволять жесткие грехи какие-то совершать против себя. Ну то есть всегда нужно включать волю внутреннюю. Женская воля – это дистанция, спокойствие, добрая позиция и самодостаточность. Потому что когда человек близкий изменяет, то ты, если зависишь от него, тебе становится плохо, невыносимо. Ты начинаешь пытаться с ним пообщаться на эту тему. Ставишь от Кристи, ругаешься с ним, чувствуешь нестреливливость. Это значит, что твоя зависимость от Бога очень слабая. Зависит от человека. Все. Нужно молиться и принимать судьбу. Понимать, что это все произошло не случайно. Что так наказывать тебе, Господь, за что-то, что ты делал в прошлом. Поверьте мне, что это так. Я ни разу не видел, чтобы человек наказывал ему за что-то несправедливо. Вот.